Всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии Лоскутного Шитья. Сегодня у нас вторник, 201-й лоскутный эфир, и сегодня, наконец-то, мы начинаем долгожданную серию о новогодних наволочках, панелях, подарочках, подушечках и так далее и тому подобное. И сегодня, прямо сейчас, Ирина Юрьевна покажет вам, как шить роскошную новогоднюю наволочку. Вот она еще пока что не шита, как бы. Подарок вашим родным и близким. Ну и, конечно, я искренне рада, что вы смотрите нашу Академию. Хочу сказать вам огромное спасибо. Ну и, конечно, сказать не только спасибо, но это мое обещание вам, что с нашей Академией Лоскутного Шитья будете шить легко и просто, замечательно, с овкусом сделанные лоскутные вещи. Поэтому не откладывайте ваше счастье и ваших близких на потом. Приходите в Академию Лоскутного Шитья. Кто не подписался, нажмите кнопочку, подпишитесь на наш канал. Кто еще не был на вебинаре «Волшебная формула лоскутного одеяла», остановите это видео и прямо сейчас подпишитесь на наш вебинар. Итого, смотрите видео, шейте наволочку и радуйте себя и вашу семью. Смотрите. Добрый день. Я Ирина Муханова, креативный директор и преподаватель Академии Лоскутного Шитья. Как вы понимаете, праздники наступают всегда неожиданно. Поэтому предлагаю именно сейчас постараться подготовиться заранее к нашему любимому празднику, к Новому году. Когда к вам в руки попадает прекрасная новогодняя ткань, то есть ткань с новогодним узором, например, вот такая, с птичками, с бантиками, с красивыми веночками из елочек, не хочется ее мелко резать, таким образом теряя ее очарование. Поэтому, если у вас есть такая красивая, крупноузорная, очень привлекающая внимание ткань, вы можете легко выполнить наволочку, как подарок кому-нибудь из своих родных и близких на Новый год. Техника выполнения простейшая, поэтому доступно это задание любого уровня лоскутницам. Главное правильно подобрать ткани для вашего подарка, чтобы он был яркий, нарядный и соответствовал тематике праздника. Сейчас мы с вами делаем новогодние наволочки, но можно также найти ткань специальную, как бы там с сердечками к Дню Валентина Святого или мужчине с какими-нибудь там паровозами или еще какими-нибудь машинками и так далее. По всему году вы получаете тогда возможность дарить и радовать своих близких очень приятными, а главное, очень нужными, соответственно, вещами. Потому что типовые наволочки, которые мы будем с вами сейчас делать, в размер 45 на 45 сантиметров, они прекрасно дополняют любой интерьер, вне зависимости даже от его цвета, являясь такими яркими, нарядными пятнышками. Поэтому не обязательно подбирать в тему, то есть в тон вашей остальной декоративной работе в вашем доме или в доме тех людей, кому вы дарите эту наволочку, они всегда пригодятся. И имея, опять же, у себя, если конкретно говорить, в доме такой комплект наволочек по каждому случаю, вы можете совершенно быстро поменять ощущения от комнаты, просто переодев новую наволочку с другим, соответственно, рисунком, и подготовиться таким образом к встрече заинтересовавшего вас праздника. Итак, Новый год. Несмотря на то, что осталось еще много времени, все-таки лучше делать подарки заранее. Сегодня я вам покажу, как из этого куска материала мы с вами будем делать праздничную наволочку. Ну, начнем с того, что обязательно нужно дооформлять наволочку вот этот кусок материала достойной рамой. То есть вот кайма, она во многих интерьерных вещах и в наволочках в частности смотрится очень хорошо. Поэтому в данном случае я взяла вот такую темно-зеленую елочную кайму. Но чтобы работа стала ярче, перед каймой, а также оконковку, то есть уже с наружного края каймы, мы с вами выполним вот такой яркой красной ткани. Итак, для работы нам потребуется прежде всего кусок красивой узорной ткани 31 на 31 сантиметр, проставочная, красивая, яркая полоса шириной 2,5 сантиметра, у нас узенькая такая, изящная будет проставочка. Лучше ее вырезать по долевой, по направлению долевой нити ткани шириной 2,5 сантиметра, длиной 1,5 сантиметра. Этого хватит. Также нам понадобятся планки каймы. Поскольку у нас не бордюрный узор, то есть не линейно расположенные какие-то цветочки, а просто кусок равномерно окрашенной ткани, то нам потребуются две более короткие планки, ширина 8 сантиметров, длина, соответственно, всего 35 сантиметров, и две более длинные планки, потому что мы будем пришивать сначала с двух сторон короткие планки, а потом перекрывать уже нашитые планки, центральное полотно двумя более длинными планками 8 на 48 сантиметров. Вот то, что входит у нас в комплект лицевого полотна. Но я сторонник того, чтобы работа была такая, ну, достаточно, ну, во-первых, прочная, а во-вторых, ну, достаточно пушистая такая, да, текстильная работа. Поэтому я буду лицевое полотно пристегивать, то есть выполнять стежку на куске так называемой термостежки, то есть подкладочное полотно плюс синтепон 1 сантиметр толщины, и размер вот этого пока подкладки под лицевое полотно 50 на 50 сантиметров. Около этого не обязательно точно, потому что это с запасом. И, наконец, для нижнего слоя наволочки я взяла два куска ткани. Как вы понимаете, ткань тоже желательно, чтобы была как бы в цвет, в тему нашей лицевой ткани. Вот два куска очень красивой ткани, которые будут давать нам два полотна с накладкой друг на друга. То есть я стараюсь в наволочках молнии не ставить. Во-первых, не дай бог, на обратную сторону наволочки, может быть, кто-то приляжет и поцарапается о вашу молнию. Потом я поняла, что молнии обычно гораздо менее долговечны, чем наше текстильное творчество. А вот выпарывать молнию и вставлять новую – это достаточно без распускания полностью наволочки, это достаточно неприятная работа. Поэтому я в таких случаях делаю именно просто запах из двух листов материала. Вот, подготовив все детали к работе, мы начинаем с вами сборку. И первое, что мы должны сделать, это мы должны пришить вот эту узкую проставочную полосу вокруг нашего центрального полотна. Ну, на всякий случай я сразу, у меня как бы из двух кусков состоит, так сказать, в нарезке эта полоска, я их сразу на всякий случай сошью. Значит, мы используем самые обычные нитки и сверху и снизу белые, поскольку никакой декоративной работы у нас с вами сейчас пока не идет. Сейчас я достану нитки. Так, ну, розовые достались, ничего страшного. А чьё я обычно полиэстером, который дает более надежную и более, я бы так сказала, ровно ложащуюся строчку. Мне вот просто эти нитки очень нравятся. И я сейчас сострочу два куска узкой бейки вместе. Строчу я под углом 45 градусов, чтобы этот стык не был такой потом в работе жирный. То есть, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Сложила под 90, отстрочила вот так вот от уголка к уголку. И когда я раскрою бейку, у меня тут будет вполне, так сказать, хорошая стыковочка. Излишки срезаю. Не выбрасываем маленькие уголочки, они пригодятся для какой-нибудь декоративной работы. Отутюживаем сразу шов. И начинаем пристрачивать наши бейки по сторонам заготовки центрального полотна лицом к лицу. Опять же, для единообразия на лапку, то есть, на 0,6 см от края. Я пристрачиваю бейку сначала с двух сторон. А потом перекрываю две оставшиеся стороны. То есть, с противоположных сторон сначала пришью эти узенькие полосочки. А потом уже перекрою две оставшиеся стороны. Швы я обязательно расправляю сразу утюжкой. Утюг у меня, гладильная доска рядом, утюг стоит постоянно включенный в процессе работы. И сейчас я быстренько одним движением утюга расправила шов на сторону темненькой, красненькой бейки. И второе движение утюга еще одно расправление. Вот, сейчас у меня выглядит работа вот так. И теперь я нашиваю еще две, соответственно, полоски с двух сторон с оставшихся. Как вы видите, тут только надо строчить по прямой. Никаких особых тут проблем с работой не будет. Так, пришила. Теперь с другой стороны и соответственно тоже отутюжим. Все, выполнили. эту работу излишки срезаем и отутюживаем. Теперь нам осталось для того, чтобы закончить лицевое полотно, пришить четыре планки. Две коротких и две длинных планки. каймы. Сейчас, 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 полсекунды, сейчас. И опять я шью с той же стороны, с которой пришивала первые планки. То есть я стараюсь не менять, соответственно, расположение планок. То есть первые бейки я пришивала с этих двух сторон и, соответственно, короткие планки каймы пришью с этих же двух сторон. Значит, напоминаю, что эти планки у нас шириной восемь сантиметров. Отрезала я их длиной тридцать пять. Но они, как бы, у нас с запасом относительно растущего воскутного полотна. Поэтому, как бы, вот эти тридцать пять мы потом выровняем под размер уже собранной заготовки. Немножко они длиннее у нас. Ну, и с другой стороны сразу. То есть я на утюг всегда хожу тогда, как бы, когда швы начинают мешать друг другу. А до этого, если они не попадают под следующий шов, я это сразу не утюжу, чтобы заходить на утюг одновременно с двумя с двумя деталями. Так, все. Значит, можно сразу, даже не ходя на, так сказать, раскроенный стол, вы можете сразу, вот здесь видно, по какой линии обрезать вашу планочку. То есть используйте в качестве опоры край бейки, пришитый на другой стороне. Ну, как бы, ровность тут особо тоже не играет в роли, потому что мы с вами потом, пришивая следующую планку, все прямой строчкой выровняем. Вот я излишки срезала. Теперь отутюживаю. Прекрасная узенькая полоска. И вторую. Опять припуск я откладываю отутюживаю на сторону зеленой планки. И, наконец, две оставшиеся у нас длинные планочки. Здесь тоже у нас небольшой запас. и сразу пришиваем вторую планку с другой стороны. с другой стороны. и теперь мы эти швы опять отутюживаем. и получаем вот такую красивую лицевую сторону нашей новогодней наволочки. И теперь следующая наша задача поставить эту лицевую часть на лист курточной термостежки, закрепить булавками и выполнить стежку. Накрепив лицевое полотно нашей наволочки на куске термостежки, естественно, на его синтепоновом слое, мы с вами должны выполнить стежку, соединяющую эти слои. Те, кто владеет свободноходовой художественной стежкой, те понимают, что здесь можно выстегать разные интересные узоры, например, звездочки или что-то еще такое нарисовать нитками, чтобы это еще более соответствовало предстоящему празднику. Но те, кто не очень хорошо владеет свободноходовой стежкой, у них вечные проблемы, что если они начнут не очень качественно стегать, то, конечно, это ухудшает видимость, то есть внешний вид работы и хотелось бы избежать того, чего-то делать собственно не умеешь. Поэтому я могу вас обрадовать. На самом деле вот такой прекрасный узор на вашей текстильной работе избавляет вас от необходимости еще дорисовывать что-то стежкой. Достаточно для начинающих или для тех, кто не владеет пока свободноходовой стежкой, прострочить где-то внутри этого рисунка. Но чтобы это не было видно особенно, я советую прострочить вот сюда в раскол шва между центральным полотном и беечкой. И использую я для этого зеленую нитку, но можно было бы и белую, и красную. То есть в любом случае это должна быть нитка практически не сильно выделяющаяся на этом полотне. Поэтому я поставила зеленую ниточку. Я даже не меняю соответственно лапку и выполняю простежку стараясь не заезжать на бейку рядом с ней, но не заезжая. Потому что по красной бейке, конечно, зеленой лутки будет слишком видно. А так полотно у нас центральное пестренькое и вполне нормально будет просрочить именно этой зеленой ниткой. Вот я дошла до уголочка, поворачиваю. То есть лишние работы лучше не выполнять, но хотя бы один шов где-то внутри наволочки, должен быть обязательно сделан, чтобы скрепить эти слои. Желательно, конечно, все-таки попадать в простой швак, то есть поближе, чтобы эта строчка не сильно выделялась на готовой работе. Поворачиваем, шьем по следующей стороне. лавку уже можно откреплять. Немножко нитки собрались, сейчас мы их уберем. Расправляйте в процессе работы. И последняя сторона. лавку Лучше, конечно, эту работу делать на шагающие лапки, чтобы слои у вас не сдвигались и никакие складочки не набегали. Ну, поскольку у меня, в общем, достаточно небольшая работа, то это не сильно, я бы так сказала, необходимо при работе над наволочками. Если вы будете следить, то у вас все будет нормально. Итак, мы с вами отстрочили по границе между центральным полотном и, соответственно, беечкой. Вот обратите внимание, что этот шух практически у нас не виден. И теперь наша задача выровнять края. Уже это делать буду на, соответственно, мате, линейкой с ножом. И подготовить к работе листы нижней части наволочки. Вот я выровняла, соответственно, задник, то есть термостежку по линии камин вровень, без всяких запасов. И теперь подготовлю к окончательному оформлению наволочки задник, а потом, соответственно, займусь сборкой с помощью приема окантовки. Итак, лист, который я собираюсь использовать, вернее, два листа, я с помощью утюга с одной длинной стороны два раза подогнула. То есть один раз и потом второй раз. Таким образом, оформив один чистый край. То есть один длинный край у нас должен быть чистый. Значит, как мы это прострачиваем? Можно, конечно, прямой строчкой, но я очень люблю использовать для вот таких вот, как бы застилочных, то есть по плоскости обработочных швов, трикотажный зигзаг. И поскольку мне хочется использовать зеленые нитки только сверху, то я вынуждена сейчас по вот этому подгибу строчить с лицевой стороны наволочки. Просто потому, что у меня там стоит внизу белая нитка, мне не хочется ее менять. А так вы можете переставить, то есть поставить вниз зеленую ниточку, и тогда можете шить и со стороны изнанки, то есть по подгибу. Но на самом деле, когда у вас не прямая строчка, а именно такой застилающий какую-то площадь, покрывающий такой шов, каким является трикотажный зигзаг, с какой стороны шить, все равно попадете, и все равно у вас подгиб надежно зафиксируется. Поэтому шью с лица. Трикотажный зигзаг отличается от обычного зигзага именно тем, что он не стягивает ткань. То есть он специально разработан для ткани, которые легко стягиваются. Результат я вам сейчас покажу поближе, когда отошью оба листа. Значит, они у меня оба уже подготовлены, приутюживали к работе. Очень многое можно качественно сделать, если грамотно работать с тюгом. Итак, смотрим поближе. Вы видите, вот такая вот немножко рельефная строчка. И если посмотреть с изнанки, вот он, трикотажный шов во всей его красе, который не просто одной строчкой, но как бы целой плоскостью закрепляет подгиб. Очень удобно. И то же самое я сделаю на втором листе нашей заготовки задника на ручке. Продолжение следует... 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 не дострочила сантиметра обрезала и снова выполняю поворот на углу еще раз на лицо вот он этот уголок чтобы вы видели и назад изнанка и вверх на углу получается изящный кармашек который нам потребуется для того чтобы обогнуть очень хорошо этот уголок треугольный кармашек то же самое делаем на третьем углу и на четвертом то есть работа совершенно однотипная по созданию на углу таких вот треугольных кармашек на конец я обрезала и прохожу четвертый угол конец бейки я накладываю на начало сверху без всяких хитростей и прострачиваю еще по двойному слой бейки буквально два сантиметра после чего излишки ткани можем обрезать подгиб выполнен да вот этот вот кончик на сразу срезаем он нам не нужен он мешается если у нас подгиб выполнен в эту сторону то параллельно в эту же сторону вот так вот я отрезаю вот так я отрезаю излишки чтобы слой два сантиметра оставался на всей ширине бейки вот всего какой кусочек у меня остался тот материал который я использовал в качестве бейки теперь очень советую особенно начинающим хорошо поработать утюгом отутюжив бейку с лица и приутюжив бейку с изнанки и приутюжив ее на лице и неплохо было бы подогнутую бейку с лица приметать вручную естественно но я буду делать и без этого мне хватит опыта для того чтобы качественно ровно выполнить окантовку и без подговорительной наметки значит в уголки мы заходим только носком утюга не надо эти кармашки сильно так сказать тормошить и сейчас выполним последний этап работы а именно прошьем нашу бичку с лица то есть я сразу подгибаю ну вот тут мне надо соответственно поменять нитку поставить другой цвет нитки чтобы по красному не шить зелененьким в данном случае красную нитку сверху и снизу для того чтобы на лице и на изнанке у нас была так сказать интересная хорошая картина подходящие нитки поиск их тоже очень важен в работе итак я подгибаю и начинаю строчить опять тем же самым швом который мы использовали для обработки листов задника на облечке а именно крикотажным зигзагом значит чуть пошире поставлю пятерочку а так 1 и 2 значит шью я не по лицевому полотну а шью я только по плоскости бейки то есть поскольку у меня нитки красные лучше на зеленую кайну мне не заходить еще раз повторяю очень советую начинающим чтоб бейка получалась ровная ее приметывать сначала даже без наметки нужно иметь хороший опыт чтобы размер то есть ширина бейки получалась одинаковая значит мы с вами доходим до угла на углу я подгибаю как бы вот так вот бейку по всему уже повороту и не совсем доходя до угла закладываю вот эту складочку на угол это очень важно сделать именно когда вы строчкой не дошли примерно сантиметров 5-10 до поворота и так еще раз смотрите я сначала как бы вот всю плоскость бейки одинаково закладываю внутрь вот этот подгиб и дальше опять же с помощью собственно рук формирую этот уголок можно посмотреть поближе нет не так в эту вот в эту сторону ну видно конечно не очень хорошо но идея ясна и так шьем дальше у нас складка должна располагаться на бейке по направлению к центру на углу я просто разворачиваюсь и начинаю строчить по другой стороне то есть никаких лишних движений на углу я не делаю складочка все равно делается значит основное зачем мы следим чтобы у нас ширина бейки окантовочной оставалась по всему периметру нашей работы одинаковой еще один тонкий момент мы подходим к месту где начиналась и заканчивалась бейка и нам нужно оба этих конца загибать одновременно то есть складывать их вместе ох неудобно мне вам показывать но тем не менее вот так сложить их вместе и одной плоскостью заворачивать сейчас верну вот сейчас ближе подойду и вы увидите что я делаю опять же где-то надо останавливаться примерно за 5-10 см до этого места чтобы спокойно сделать эту подгибку одновременно вот я придерживаю немножко и пошла дальше и опять приближается угол я подгибаю бечку по всему повороту и закладываю этот уголок складочкой по направлению к центру поворачиваем значит посмотрите пожалуйста внимательно как выглядит уголок то есть вот она эта складочка она идет по направлению к центру посмотрите на то что мы должны получить туда вот все и и Продолжение следует... 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 Просто не закрепляя, а наезжая 1-2 см на начало строчки. Продолжение следует... Обратите внимание, насколько она эффектна двух сторон, что немаловажно для наволочки, потому что она всегда немножко пушистая и задних видно. Обработка одновременно сшивание лицевого и изнаночного полотна с помощью окантовки. И вы видите, что она не просто тряпочка. Она имеет такую вот хорошую, то есть она будет очень приятно, когда она будет украшать ваш дом. Если вам понравился конкретно вот этот вариант наволочки, то мы в нашей Академии ласкутного шитья в магазине можем вам предложить на выбор либо с зеленой каймой, либо с красной каймой. Но тоже все вот с этим вот прекрасным новогодним куском материалов. Также вы можете, я уже говорила, к любому празднику подобрать крупноузорный рисунок, красивый, и оформить его таким образом, принеся праздник в ваш дом на каждый сезон. Удачи вам в работе над такими интересными, но достаточно, на мой взгляд, несложными изделиями, потому что во многом они потом будут помогать вам в работе над более серьезными изделиями, потому что здесь вы, как бы, все технологические операции сможете проверить, собственно, руками. Итак, удачи вам в вашем ласкутном творчестве!